Тема занятия распределения текстуры по поверхности объекта. Мы с вами знаем, что есть центр координат геометрических, нулевая точка и соответственно три оси Y, X и Z распределены всегда зад вверх, ось Y и X по нижней плоскости идут. Также мы с вами видим, что есть такие же три оси у каждого объекта нашего, потому что у нас у объекта есть опорная точка, из которого вырастают эти оси. Координаты объекта соответственно тоже называются координатами X, Y, Z. И естественно нам необходимо раскладывать текстуру на гранях объекта тоже пользуясь какими-то координатами. И чтобы все дело окончательно не запуталось, текстурные координаты вместо буковок X, Y, Z принято называть другими буковками. Например, выбрали буковки U, V и W. То есть это X, Y, Z соответственно для разверстки текстур. Ну я неправильно написал. U, V, W, X, Y, Z. Не в той последовательности. Значит давайте рассмотрим, во-первых, как текстуру можно будет задавать. Для этого мы вначале должны нарисовать текстуру. Я использовал в фотошопе изображение, взятое у товарища Дмитрия Эппова. 500 на 500 миллиметров, 72 пикселя. Значит это изображение мы сохранили в JPEG формате. И вот оно у нас в проводнике присутствует. Я могу бросить это изображение на ряд объектов стандартных, например. И мы с вами увидим, что текстура уже каким-то образом распределилась по этим стандартным объектам. А если же объекты были созданы каким-то другим методом, значит иногда текстура, вот как сейчас, хотя она и была применена, не отображается в окошечке. Давайте разберемся, почему же так происходит. Почему на одних объектах она есть, на других объектах она отсутствует. Создадим элемент боксик с размерами 50 сантиметров всех сторон. И создадим сплайна размерами 50 сантиметров прямоугольный. Применим к нему команду выдавливания на те же 50 сантиметров. И получим два идентичных объекта. В данном случае видите, что текстура легла немножко не так. Применим эту же команду выдавливания к элементу рядышком. Цилиндр должен быть в два раза выше. И опять-таки добавим текстуру к нему. В данном случае она оказалась даже немножко лучше выглядит, чем то, что было спроецировано на стандартный цилиндр, который взят из библиотеки стандартных элементов. Значит, у нас есть еще стены. Мы их выдаем немножко побольше. И опять-таки применим ко всем этим элементам соответствующую текстуру. Если мы попытаемся открыть окно визуализации, для одной из текстур, например, текст плюс, мы увидим, что отсутствует UVW1, так называемый. Если мы нажмем Continue, несмотря на то, что оно отсутствует, визуализация будет осуществлена. Но на некоторых объектах текстуры мы так и не увидим. Значит, что же такое? Значит, на самом деле, если мы берем стандартные элементы, то из библиотеки 3DMAX знает, на какие грани, под какими углами, каким образом распределять нашу текстуру, которую мы туда установили. Если же мы создаем из плоских элементов какие-то объекты, или моделируем первоначально, вот у нас есть боксик, давайте скопируем вот этот вот боксик, преобразуем его в полигональный объект, и немножечко с ним поработаем. Например, немножечко его промоделируем дальше, и там, где мы будем наращивать эту конструкцию, мы увидим, что отсутствует какое-то вменяемое текстурирование. Ну, кроме тех мест, которые были изначально. Значит, текстура наша поплыла. Ну, хотя она по-прежнему была как бы применена к этому объекту, и даже если мы попытаемся еще раз накинуть ее сверху, значит, ни к чему это дело нас не приведет. Значит, распределение текстуры по поверхности объекта называется мэппингом. Вот такое вот понятие. Мэппинг. Распределение по поверхности объекта. Значит, для того, чтобы задать распределение по поверхности объекта, мы можем использовать ряд модификаторов. Самый первый, который мы будем изучать, он же самый простой в использовании, называется модификатор UVWMAP. Значит, вначале нужно выделить объект, которым мы будем его применять, и из списка находим этот модификатор UVWMAP, то есть XYZ. И дальше мы в параметрах этого модификатора видим несколько вариаций, с помощью которых можно применить в общем-то разверстку. Планар это в виде плоскости, в данном случае это применимо к нижней поверхности, потому что она является плоскостью. По всей видимости, материал не применился. Давайте вспомним предыдущую лекцию. Выделим какой-нибудь объект, например, плоскость. Откроем редактор материалов и нажмем кнопочку «Получить материал из выделения». Вот материал, который состоит из каких-то двух элементов. В данном случае нам пока это не важно. Мы выделяем вот этот элемент и нажимаем кнопочку «Применить материал к выделенной области» и применяем это к соседней стеночке. Ну, а также к буквам. Если этот материал был еще не применен, значит, мы применили ко всем элементам и временно закроем это дело. Значит, тут, где мы ничего не трогали с этой стеночкой, ее текстурку со всех сторон разнесло. Тут, где мы начали разрабатывать UVWMap, смотрите, плоскость. Плоскость можно... UVWMap можно развернуть и в управлении элементом гизма развернуть вот эту вот плоскость на 90 градусов, например. Вот. Ну, мы видим, что она верх ногами встала. Можно по другой оси на 90 градусов развернуть. И мы с вами видим, что оно стало с одной стороны как бы в нужном направлении, с другой стороны как бы сквозь. Мы смотрим на это дело. Ну, в любом случае, мы можем посмотреть, как выглядит цилиндр, его поворачивать, как выглядит сфера. Ну, и вернемся к нашей коробочке. Бокс. Я проверну обратно на 90 градусов, на 180 градусов. Вот. Коробочка у нас легла так, как необходимо. Эти габаритные рамки, управляющие элемент модификатора, они называются гизма, как и во всех остальных модификаторах, которые мы рассматривали. Соответственно, его, этот управляющий элемент, можно подогнать под размерчик вот этой стеночки. Нажимаем кнопочку выравнивания фит, и он подгоняется под вот этот вот размерчик. Соответственно, мы видим, что здесь, видимо, тоже была какая-то попытка подогнать эту вещь, но она тоже не увенчалась успехом. Значит, выйдем из модификатора, выберем вот этот вот элемент, и к нему тоже применим UWMap в режиме Box, и сможем наблюдать, каким образом текстура распределилась по вот этому вот объекту. Значит, здесь есть сфера, прошу прощения, цилиндр, и мы можем применить к цилиндру тоже модификатор UWMap, выбрать вариант сферический, ой, сфера опять, цилиндр, конечно, цилиндрический вариант, и нажать кнопочку Cap крышечка сверху, чтобы на ней тоже сверху и снизу появилась текстура, текстурная разверстка. Значит, как вы могли уже видеть, мы можем, используя инструмент Gizmo, и регулируя на нем масштаб текстуры, в ручном варианте, текстурировать тем или иным методом на объектах текстуру. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть абсолютные размеры текстуры по высоте, ширине и длине, или, если это планарно, это будет XY только. А также у нас есть параметр повторяемость текстуры. Этот параметр называется Tile. Повторяемость текстуры, ну, что-то вроде масштаба. То есть, если хотим сделать масштаб в два раза меньше, ставим этот показатель. Ну, рекомендуется масштабировать именно показателем Tile, для того, чтобы это было проще и яснее. Например, вот. Значит, у нас есть объект сложной формы, который мы только что промоделировали. На него мы тоже можем применить, скорее всего, UVW Map. Чаще всего используется вариант Box. Коробочка. Что мы можем еще знать? Бывает, стоит задачка номер один. У нас с вами есть достаточно большое количество разных объектов, на которых должна находиться одинаковая текстура. к чайничку не хочет применяться, применим вот таким вот образом, на которых должна находиться одинаковая текстура по размерам. Значит, в данный момент мы видим, что это как бы не совсем так. Текстура, конечно, есть, но с размерами у нее достаточно большой серьезный разнобой. Значит, конечно, ничто не мешает нам вручную заниматься подгонкой этой текстуры. Но есть метод и попроще. значит, это вкладка материал, это вкладка нашей фотографии, куда мы ее подгружаем, о чем мы узнаем чуть попозже, когда будем рассматривать текстурные карты. Двойным щелчком активируем вот здесь вот параметр текстурной карты и находим такую вот кнопочку, которая называется использовать Real World Scale масштаб реального мира. Значит, и вот тут абсолютный сайз, размер нашей текстуры, допустим, сантиметр на сантиметр. Пусть она будет все-таки побольше 25 на 25 сантиметров. Тут, конечно, ничего не поменяется особо. Для того, чтобы сработал этот вот вариант, получается необходимо в том же модификаторе Uvidable Umap тоже поставить эту вот соответствующую галочку. И мы получим вот такой вот размерчик. Поступим следующим образом. Выделим все объекты и применим к ним один общий Uvidable Umap в режиме бокса и поставим галочку Real World Map Size. После чего применим этот вот материал тоже ко всем абсолютно объектам. Значит, посмотрите, если у нас применен один и тот же материал, как мы сейчас это сделали, и если в самом карте текстур установлена галочка Real World Map Size и на самом объекте тоже эта галочка установлена в модификаторе Uvidable то мы с вами можем получается, меняя регулированные размеры этой общей текстуры получать одинаковый тайлинг этой текстуры на вот этих вот объектах на объектах проецирования. Значит, вот такая вот например задачка, которую можно решить таким вот методом. Если мы хотим получить элементы примерно с одинаковой текстурой, то есть если у нас кирпичики какие-то мы с вами хотим сделать одинаковые. Для чего можем использовать например тот же чекер со включенным и зададим ему соответствующие размерчики и мы с вами увидим такую вот радостную картиночку. Может не очень радостную, тем не менее. Размеры этих элементов они подгоняются под объекты Views Real World Scale с помощью с помощью сайза. Также мы с вами должны знать, что можно назначать если преобразовать в Editable поле наш объект на каждую из сторон свой материальчик. Допустим, какой-нибудь стандартный материал мы применяем чтобы увидеть как распределяется текстурка. Кроме этого вы можете к выделенной части отдельно применить модификатор UVW и отдельно с помощью него масштабировать текстуру на одной стороне, не затрагивая текстуры, которые располагаются на других сторонах. Значит, этот метод подробно рассматривается в лабораторных по текстурированию рекомендую их собственно говоря просмотреть. Значит, в двух словах про использование UVW Map модификатор для того, чтобы раскладывать текстуры на объектах мы с вами с ним немножко познакомились. Попробуем рассмотреть задрачку номер два. У нас с вами есть вот такая вот странная конструкция и ее необходимо каким-то образом затекстурировать. И мы с вами в режиме полигончиков можем выделить определенное количество полигонов полигонов. Для того, чтобы выделения оставались и их можно было редактировать, мы воспользуемся еще одним модификатором, который называется Mesh Select объект. И уже в нем будем выделять те объекты, которые планируем текстурировать. Например, вот у нас отдельный объект, который здесь находится. И мы к нему подберем текстурку. откроем редактор материалов, откроем вариации текстурок, и вот какой-то кирпич, допустим, используем. И назначим материал к выделенной области. Нажмем F2, чтобы увидеть, что текстура легла не так, как нам с вами хотелось. Применим UVW Map к Mesh Select в режиме бокса. Посмотрим на текстуру. Ну, вроде бы здесь текстура легла так, как надо. Выделим с помощью оператора следующего Mesh Select вот эту часть здания, но всю. Всю, за исключением каких-то там нижних деталей, которые мы не текстурируем. И применим еще один модификатор UVW Map в режиме бокса. выделять, конечно, надо было внимательно. соответственно, у нас кирпичная кладка легла каким-то довольно интересным образом. Мы в любой момент можем зайти в этот UVW и попытаться тайлом, например, уменьшить размер текстуры, если это необходимо. При этом этот размер не будет влиять на UVW, который мы применили то и так. Ну, а чтобы картинка была повеселее, давайте положим черепицу сверху, откроем редактор материалов, найдем какую-то черепицу, создадим для нее материалчик, а зайдем в самый нижний элемент и это поле, выберем полигончики, вот, и выделим те элементы, допустим, с этой стороны, где должна находиться эта черепица, и применим материал, как выделено на область, мы можем выйти оттуда, вот, и увидеть, что видимо, черепица легла не тем, не тем образом, ее нужно будет развернуть, можно это сделать с помощью ее VW, можно, ой, развернул, только кирпичи вместо черепицы, можно с помощью угла поворота, также в самом материале у нас есть показатель тайлинга, то есть повторяемость текстуры по иксу, по иксу, по иксу, и мы можем задать этот элемент соответствующим образом. Ну, таким же образом можно попытаться выделить в эдитабол поле другие поле вончики и затекстурировать, вернее, разложить эту текстурку в нужных местах и применить к выделенной области. С этой стороны допустим, нам явно надо будет поменять то, как эта текстурка легла и провернуть на 90 градусов. на этом все. До свидания. Обучайтесь вместе с нами. в следующем. Продолжение следует...